Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. Американский президент Джо Байден столкнулся с негативными новостями относительно обстановки на южных границах страны. В США нарастает миграционный кризис на юге, и в свете сложившейся ситуации из Техаса поступают тревожные сигналы для Вашингтона. Несколько дней назад губернатор Техаса Грег Эбботт высказал свою обеспокоенность в открытом письме, обвинив американское правительство в бездействии. Он также объявил, что Техас примет все необходимые шаги для предотвращения ухудшения кризиса и не будет следовать указаниям федерального правительства или Верховного суда. И по моему скромному мнению, территориальная целостность Соединенных Штатов теперь под угрозой. Хотелось бы также отметить, что реакция Грета Эббота была ожидаемой. В Техасе и соседних штатах давно существует несколько движений, настаивающих на отделении от Вашингтона и выдвигающих идею образования новых стран. Они утверждают, что такие планы вполне выполнимы, особенно учитывая развитую экономику Южных Штатов и наличие крупных нефтяных месторождений, которые обеспечивают этот регион. Эбботт бросил вызов федеральному правительству, демонстрируя, что США находится в чрезвычайно сложной ситуации. Если американское правительство продолжит игнорировать этот вопрос и вмешиваться во внутренние дела других стран, вместо решения своих собственных проблем, последствия для Вашингтона могут быть серьезными. Если не будут предприняты решительные меры для разрешения ситуации на границах, территориальный раскол США может стать неизбежным. Да и что тут говорить? Я думаю, все люди, которые жили в Советском Союзе, не думали, что он развалится. Ну и для американцев это как пример перед глазами. Ну а я вас всех приглашаю высказать свое мнение и предсказание относительно этой актуальной ситуации. Как вы видите будущее в свете и последних действий Техаса? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а на этом выпуски от канала Топарми конечно же не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.